МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск авторской программы Владимира Познера «Если» посвящен правам женщин. Существует ли дискриминация? Как бороться с сексуальными домогательствами? Возможно ли и нужно ли женщине делать карьеру? Эти вопросы обсуждают гости студии, представители различных женских ассоциаций, юристы, социологи, психологи. Операция. Так называется новая программа общественного российского телевидения. Эта программа четыре раза в неделю с понедельника по четверг будет рассказывать о том, как действуют сотрудники правоохранительных органов в том случае, когда совершено преступление. Общество редко бывает довольна деятельностью своей полиции или милиции и редко испытывает к этим службам горячую любовь. Но если возникает проблема и приходит беда, все с надеждой обращаются именно к этим нелюбимым органам, ожидая от них немедленной помощи и участия. Как правило, ожидания эти оправдываются. Люди, призванные защищать закон и порядок, делают все, что могут, часто рискуя своей жизнью. Чтобы этот тяжелый труд не остался незамеченным, все усилия приложит программа «Операция». На канале ОРТ криминальный сериал «Метод Крекера». Главный герой, психолог Крекер, находясь на службе манчестерской полиции, расследует самые загадочные и запутанные преступления. Но в его личной жизни постоянно возникают затруднения и проблемы, которые он подчас не в состоянии решить. В фильме снимались Робби Полтрейн, Барбара Клин, Тесс Томсон и другие. Замок Приглашаем вас на премьеру Первого канала. Художественный фильм Алексея Балабанова «Замок» по одноименному роману Франца Капки. Герой романа и, соответственно, фильма прибывает в деревню. Цель его – проникнуть в замок, резиденцию загадочного графа, которого никто никогда не видел, чтобы получить от него разрешение на право осесть в деревню, пустить здесь корни, обрести дом, семью. Замок становится жестоким, коварным, неумолимым врагом героя. Субтитры создавал DimaTorzok Почему вы предлагаете бальзам Битнера своим клиентам? Это не случайно. Наша работа требует физической и нервной нагрузки. Я заметила, что бальзам Битнера снимает усталость, возвращает бодрость, очень успокаивает нервную систему. Я регулярно принимаю бальзам уже полгода, а клиентов своих угощаю пока только второй месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. На политическом небосклоне складывается парад планет. Так в астрономии называется та редкая ситуация, когда несколько больших планет Солнечной системы в силу своего естественного движения оказываются выстроенными вдоль некой воображаемой прямой. Астрологи утверждают, что такое положение планет чревато катастрофами и катаклизмами, природными бедствиями и социальными возмущениями. В политической системе планеты Земля впервые возникла ситуация, когда в один и тот же год население двух крупнейших стран избирает своего лидера. На минувшей неделе наблюдатели отметили признаки того, что два президента начали неофициально пока кампанию за переизбрание на новый срок. Президент США Билл Клинтон, выступив на совместном заседании Палат Конгресса с традиционным посланием о положении страны, обозначил контуры своей предвыборной платформы. Хотя официальное его заявление о вступлении в борьбу ожидается лишь в середине апреля. Президент России Борис Ельцин в начале недели сделал более определенное, чем когда бы то ни было, заявление о своем участии в выборах. Видимо, я дам согласие баллотироваться на выборах президента. Правда, все последующие дни Борис Ельцин высказывался на эту тему гораздо менее определенно, подчеркивая, что о своем решении он все же объявит только в середине февраля, но уточнил дату 15-го. Несмотря на почти однозначное ожидание, шаги, которые предпринимает сейчас президент, а это кадровые перемены в правительстве, образование штаба по выборам президента и публичное обозначение его состава, активное общение с будущими избирателями, заявления, которые при желании можно даже счесть программными, встречи с лидерами региональных элит, все эти шаги все же пока больше похожи на зондаш общественного мнения и реакции политических соперников. Выразив сожаление, что прежде мы не могли уделить столько внимания социальной сфере, сколько необходимо, и заявив о необходимости создать резервный социальный фонд президента, глава государства недвусмысленно дал понять, что не следует путать тактику с изменением стратегии реформ. Скажу честно и четко, политический и экономический курс страны не подвергается ревизии со стороны президента и правительства. Этот курс главный в моей политической деятельности на посту президента, и изменять я его не собираюсь. Итак, для Бориса Ельцина складывается вполне определенная ситуация. Он вынужден отвечать на вызов коммунистов. Поэтому заметная активность президента на этой неделе, даже если это только зондаш общественного мнения, обречена выглядеть как начало предвыборной кампании. Трудно предположить, что все заявления президента в течение последнего месяца о том, когда он сообщит о решении вновь баллотироваться, связаны с мучительными раздумьями быть или не быть кандидатом. Если Ельцин над чем и размышляет столь долго, то вероятнее всего над тем, в каком образе и с какими идеями ему предстать перед российскими избирателями. И нагнетание интриги вокруг значимости принятия решения об участии входит в правила начавшейся по сути президентской кампании. Создание штаба во главе с Асковцом для проведения выборов вообще также не скрывает его грядущую персонификацию. Можно предположить, что события последней недели весьма удачно соотносятся с представлениями президентского окружения о методах проведения кампании за Ельцина. Если приобретение голосов изрядно поливевшего электората цель, то средства для ее достижения уже демонстрируются. Готовность к сотрудничеству с двумя новыми спикерами парламента известной ориентации, освобождение от фигур, с которыми ассоциировался реформаторский курс, свидетельствует о том, что Ельцин уловил перемену в настроениях и достаточно эффективно использует критику со стороны красных. С другой стороны, заявление Гайдара о решении Ельцина баллотироваться как о лучшем подарке коммунистам, выход Ковалева и ряда других членов из президентского совета демонстрируют поворот по отношению к позициям главы государства. Но и президент, объявляя себя по-прежнему гарантом демократических реформ, получает теперь возможность дистанцироваться от не всегда и не везде популярных демократических фигур. Ситуация складывается таким образом, что вопли «Борис, ты не прав!» несутся и из демократического, и из коммунистического лагеря. И в этом случае, при всей ограниченности возможности изменять свой имидж, президент в состоянии естественным образом занять позицию отца нации, стоящего выше политических амбиции лидеров партии и движений, не занимающего определенную идеологическую нишу. И здесь, при условии высокой публичной активности президента, появляется все же шанс обыграть конкурентов, поставив избирателя перед выбором «или я, или они». Если этот весьма приблизительный сценарий может служить прообразом будущей линии поведения Ельцина, как кандидата на новый срок, то становится необходима высокая степень драматизации решений, исходящих из Кремля. Николай Иванов, ОРТ. На минувшей неделе президент объявил о завершении кадровых перестановок в исполнительной власти. Сфера деятельности Анатолия Чубайса оказалась поделена между Александром Казаковым, назначенным вице-премьером, и Владимиром Кады...